Застывший перед выстрелом солдат. Танк, из которого вот-вот вылетит снаряд. Корабли, которые никогда не покорят моря. Целый амфитеатр больших сражений, на которых навсегда застыло время. Нет, это не стоп-кадры исторической хроники, а модели девятой выставки «Забытые сражения». Мероприятие имеет не только всероссийский размах. Многие модели присланы из-за границы. У нас есть работы из Кишинева, у нас есть работы из Мариуполя. У нас были, но в этом году нет. У нас были работы даже из Соединенных Штатов Америки. Привозили люди. Все модели, представленные на выставке, эксклюзивны. Каждая из них собиралась вручную из разных материалов. У нас выставка стендового моделизма и военной исторической миниатюры и упор на то, что собирается своими руками. То есть из любого материала. Это пластиковые модели, это основная часть, которая собирается из тех заготовок, которые фабрично нашими производителями делаются. Здесь есть модели из бумаги, здесь есть модели из смолы, здесь есть полностью авторские работы, которые не имеют аналогов, они существуют в единственном экземпляре. Некоторые модели воссоздавались вручную по фотографиям и чертежам военной техники. Представленные оловянные миниатюры и солдатики также покупались черным брусом, вытачивались и расписывались своими руками. Но на выставке присутствует не только военно-историческая миниатюра. Например, здесь есть эксклюзивная фигурка художника-мультипликатора Вячеслава Назурука. Также в Рязань со своими моделями приехали гости из других городов. Стендовым моделизмом начал заниматься, можно сказать, со школьных скамей. Тогда довелось мне жить в Германской демократической республике в ГДР. Когда собираешь модель, изучаешь всю ее историю подноготно. Практически про каждую модель человек, когда собирает модель, знает всю ее историю, дальнейшее развитие и так далее. И все модификации. На выставке присутствуют и совсем юные моделисты, которых пригласила сюда руководительница кружка. Я занимаюсь с ребятами начальным техническим моделированием. Работаю с ребятами начальных классов. Все время прибавляются модели. Если четыре года назад мы представляли работу «Битва за Ленинград» одну только, то сейчас, в этом году, у нас ребята представляют восемь работ. Выставка работала целый день. От зрителей не было отбоя. Каждый пожелал сфотографироваться с моделями. Наверное, после выставки многие зрители пожелали купить пластиковый набор и похвастаться своими достижениями через год. Как сказал Юрий Текунов, обязательно скажи ребятам, всем девчонкам, которые придут на открытие, чтобы они к следующему году, к юбилейному году, готовили свои юбилейные модели, юбилейная работа, чтобы они были на порядок выше и интереснее, нежели то, что представлялось в годы предыдущие.